Всем привет! С вами канал Аккумуляторщик. Сегодня хотелось бы проговорить по такой вопрос. К нам обратился человек, покупал батарею Orion. Это обычная свинцово-кислотная стартерная батарея, изготовлена по малосурмянистой технологии. 62-й ёмкости, ток прокрутки 480 А, единица измерения в йенах. Дата изготовления 4 месяц, 15-й год. Ну, как мы знаем, примерно плюс-минус месяц, того, скорее всего, она изготовлена в марте 15-го года. То есть, ей уже 9 почти месяцев. Вот. Соответственно, токи она немножко потеряла. Вот. Обратился человек, который ездит на десятке, у которого она стоит, ВАЗ-2110, с такой проблемой, что она не заводит автомобиль. Начали проверять батарею, нагрузку держит, 100% заряжена, электролит 1.27 во всех баночках. То есть, она не замкнута, никаких проблем с ней нет, то есть, она в готовом рабочем состоянии. Начали проверять машину. Там уже хозяин купил аккумулятор, уже 74-й ёмкости титан, спусковым током около 600 А примерно, я точно не помню, 600-620. Она ему заводит. Начали измерять работу стартера на прогретом двигателе в 0 градусов на улице. Стартер показал, что берёт на себя 398 А. То есть, это практически 400 А. Если учесть, что батарея уже почти год, она изготовлена по малой сурминистой технологии, она немножко подуставшая у нас. У неё, на самом деле, там это в йенах система измерения, там плюс-минус. Ну, в общем, в итоге у неё уже ампер 400, и она просто чисто физически не может столько отдать, чтобы завести этот мотор с этим стартером. 400 А потребляет. Напоминаю, чем температура ниже на улице, тем больше стартер берёт. Плюс, непрогретый двигатель, то есть, холодный, где вот это масло густое, антифриз и прочее, чтобы вот это всё помпа, маслонасос-то прокрутил, ему надо ещё больше ампер. То есть, у него на прогретом двигателе в 0 градусов стартер есть 400 А. Вот, 400 А. В мороз, в минус 20, он будет, есть там все 500, может быть, и больше. Поэтому такой батареи ему не хватает, он ставит Титан. При этом с претензией выдвигает к этой батарее, к Ориону. Батарея полностью исправна. Её ставили в другой автомобиль, она спокойно заводит с исправным стартером. Поэтому, уважаемые вы мои подписчики, те, кто смотрит наш канал, прежде чем что-то, так скажем, возражать против батареи, нужно проверить своё электрооборудование. Генератор, стартер и утечку тока обязательно. И если у вас машину заводит, там мощный аккумулятор, а слабенький не тянет, то смотрите стартер, пожалуйста. Там, скорее всего, у него в стартере подстёрлись немножко щётки. Поэтому он стал так много брать. Вот. Поэтому. И при этом владелец этой машины к нашему совету не послушался. С батареей мы решили сделать так. Мы её отвезём на экспертизу. Потом уже, то есть, будем ему с официальным решением всё это дело предъявлять. Но пока он сам не осознает, что у него со стартером проблемы. Он никак не исправит этот момент. То есть, сейчас у него стоит 75-я батарея по ёмкости, по токам. Со временем щётки ещё сотрутся. У него и она перестанет заводить. Потом он купит, я не знаю, сотую как-то поставит её там в свою десятку и так далее. То есть, поэтому обязательно проверяйте стартер. И то, что указаны маркировки, на них мало. Обращайте внимание. Стартер в нормальном автомобиле в легковом зимой до 200 А максимум. У него в два раза больше 400. Это очень много. Поэтому проверяйте свой стартер. Смотрите, как бы, своё электрооборудование в автомобиле. Всего вам доброго. С наступающим Новым Годом. До свидания. Подписывайтесь на наш канал.